В данном видео мы разберемся, какая группировка во вселенной сталкера самая сильная и могущественная, кто действительно имеет вес и от кого может зависеть вся судьба Чернобыльской Зоны. Вы на канале Барта, усаживайтесь поудобнее, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А я начинаю. Это 5 самых сильных и влиятельных группировок всей Чернобыльской Зоны Отчуждения Братья Стругацкие своей культовой повестью «Пикник на обочине» зародили целое движение – сталкерство. Сталкеры – это странники, исследователи аномальных мест и проводники в самые трудные и опасные места Зоны. Сталкер – это не просто слово, это характер, состояние души. Эта тематика породила множество фильмов и книг, а также игр. И одна из таких – это сталкер онлайн. Бесплатная игра, где можно выживать со своими друзьями в мире Зоны Отчуждения. В этой игре по-настоящему огромный открытый мир, живущий по своим законам. Это и притягивает. Неизведанность – тебе хочется разобраться, как здесь все устроено. Каждый месяц выходят обновления, разбавляющие привычный геймплей новым контентом. Любители вооружения в этой игре найдут себе десятки стволов на любой вкус, как наших советских и российских, так и натовских образцов. Если ты больше боец, чем странник, в сталкер онлайн проходят масштабные пвп-сражения, в которых кланы сражаются за контроль баз и влияние в мире игры. А также скоро в игре должен появиться легендарный город-призрак – Припять. И вместе с этим ожидается крупное обновление, в котором появится подземелье с опасными мутантами и крутыми наградами. Качай сталкер онлайн по ссылке в описании и обязательно используй мой промокод БАРТ, чтобы получить неделю премиума. Свобода – это ярко выраженная анархийская группировка в зоне. Она единственная из всех фракций в сталкере, которые открыто ведет войну с правительственными войсками. История свободы. Предположительно, группировка была образована в 2008 году, спустя два года после образования аномальной зоны. Небольшая справка – Чернобыльская аномальная зона зародилась в таком виде, каком мы ее знаем в 2006 году из-за неудачного эксперимента. В тот день 30-ти километровая зона полного отчуждения осветилась ярчайшим светом. Земля содрогнулась, а повсюду начали появляться аномалии. 2008 год. Два опытных сталкера – Чехов и Щукин – решили создать свой клан, в основе которого будет лежать один главный принцип – зона – это величайший подарок человечеству. Ее необходимо изучить, а позже даже приручить. То есть, осуществовать зоной, пользуясь ее благами. Полигон. Не, ну нормально, че думали. Уникальное аж какое место. Его бы изучать, открытия делать, людям рассказывать. Не, молчат скоты. Или сказки страшные рассказывают. А кто правду говорит или хочет сам по себе жить, сразу ногой на горло. Козл. В первую очередь, цель свободы – это исследование аномальной зоны. Бойцы группировки постоянно совершают вылазки в поисках новых мест с уникальными артефактами, свойства которых могут быть полезными для человечества. На заре появления группировки, у свободы появился идеологический противник – военизированное объединение долг. В отличие от свободы с ее идеей исследования, цели долга резко отличаются. Они желают уничтожить зону и всех ее мутантов. 2011 год. Наемник Шрам при поддержке группировки «Чистое небо» совершил поход к центру зоны – атомной электростанции. Из-за этого случился сверхмощный выброс аномальной энергии. В этот день в зоне многое изменилось. Привычные протоптанные сталкерские тропы буквально заросли аномалиями. А дорога в скрытые места и даже секретный город Лиманск открылась. Бойцы Свободы, которые всегда первые рвутся исследовать зону, отправились в этот город. Там и началась мощная война за территорию. «Эти-то из Долга, так запарили, что уже совсем. Сами по-человечески не живете, ну и хрен с вами. Дайте другим, хоть не мешайте, фанатики хреновые». В Лиманске отряды Свободы встречают мощное сопротивление со стороны бойцов Долга. В это же время на главную базу группировки в Темной Долине начинают нападать наемники. Свободу буквально раздирают на части. Атаки наемников удалось отбить, однако захватить город Лиманск не получилось. Лидер группировки Чехов решает, что лучшим выходом из положения будет перенос базы из Темной Долины на армейские склады. Тем более, что на складах военный контингент был полностью уничтожен. Армейские склады надолго станут для свободы настоящей крепостью. Более подробно о войне группировок я расскажу в одном из своих следующих сюжетов, поверьте, там много чего интересного. Важно отметить, что во время переезда погибает лидер группировки Чехов. На его место избирается новый Миклуха, который вскоре станет легендарным. Миклуха вместе с отрядом самых опытных свободовцев отправился на север. Его целью было найти дорогу в город Припять. Однако подобраться к городу не получилось из-за выжигателя мозгов. Интересный факт, это мы знаем, что в сталкере есть выжигатели мозгов и что в Припять просто так не пройти. Однако сталкеры на момент 2011 года понятия не имели о том, что находятся на севере зоны. Оттого север и был таким притягательным. Никто не знал, что там находится, но при этом все фантазировали о несметных богатствах и полях артефактах. Вести от Миклухи не было очень долго, и поэтому Свободовцы решили, что их лидер сгинул. Было принято решение избрать нового – Лукаша, политика которого резко отличалась от принципов Свободы. Лукаш был дерзким и в каком-то смысле злым. Свобода при нем приняла более военизированный облик. Однако Миклуха выжил, и после того, как Мечен отключил выжигатель мозгов, он возвратился на базу. Миклуха скомандовал следующее. Большой отряд Свободы под руководством Локи должен был разведать местность у станции Янов и закрепиться там. Сам же Миклуха с отрядом мастеров отправился в новый поход к центру зоны, где завязывается еще одна война с долгом. Вооружение и экипировка Свобода имеет связь на черном рынке, откуда ему поставляется оружие. Преимущественно западных образцов, таких как британская штурмовая винтовка Ил-86, немецкая ГП-37, американская ЛР-300, а также швейцарская СИГ-550. Интересный факт. Свобода является одной из двух группировок в зоне, которая владеет гранатометом. Другая такая группировка – Монолит. У Свободы это РГ-6, гранатомет револьверного типа, который хранится в особенном тайнике, на случай второй войны группировок. Поверьте, работающий гранатомет в зоне – это большая редкость, и он может стать решающим аргументом в бою. Важно добавить, что только у Свободы среди всех группировок есть комбинезон с возможностью ношения максимального количества артефактов на поясе. Пяти. В основном у других кланов их не больше двух или трех. Еще один интересный факт. Личный цвет Свободы – зеленый. Это странно, так как Свобода – это анархистская группировка, а анархии присущи красно-черные цвета, которые, кстати, носит противоположная группировка – Долг. Главные аргументы. Почему Свобода не стала самой сильной группировкой зоны? Здесь есть несколько причин. Во-первых, у нее очень много врагов. Долг. Военные. Монолит. И даже бандиты. Во время дележки территории Свобода воевала на нескольких фронтах. И в этих боях она потеряла очень много своих солдат. Второй и, пожалуй, самый главный аргумент – кто-то заказал наемников истребление целого клана Свободы. Кто именно был заказчиком – неизвестно. Но у меня есть догадка, зачем это было сделано. На большой земле есть могущественные корпорации с очень большими деньгами. Как только они узнали о зоне и самое главное о том, что из зоны можно извлечь прибыль в виде артефактов, корпорация заинтересовалась информацией. Информацию о том, где можно добыть редкие артефакты и как себя вести с аномалиями. А кто обладает знаниями о зоне? Правильно, ученые и свободовцы. Однако, ученые защищены правительством, проблемы с которым могут быть и вне зоны. А вот у Свободы защитников нет. Именно поэтому у Свободы в каждой части игры есть предатель. В тень Чернобыля это Павлик. Он был завербован наемниками и сливал всю добытую информацию. В чистом небе это был комендант Щукин. Подумайте сами, наемники воюют только за деньги. Сами по себе они не заинтересованы в войне группировок. Значит, определенно есть заказчик. Я уверен, что это некая корпорация, решившая через свободу побольше узнать о зоне. История Долга 2008 год Украинские власти вместе с военным командованием все больше и больше беспокойны Чернобыльской аномальной зоной. Она не подконтрольна. Все военные посланные разведать положение дел не вернулись. А войска на кордонах не способны удержать поток сталкеров. С этим нужно что-то делать. Именно поэтому военное командование разработало план по крупномасштабному прорыву в центр зоны. Цель прорваться к атомной электростанции и уничтожить причину появления аномалий, а также всей зоны. Армейская часть при поддержке авиации и бронетехники ушла вглубь. Операция завершилась полным провалом. Около тысячи солдат погибло, так и не добравшись до цели. Вертолет, на котором летел один из главных командиров генерал Таченко, попал в аномалию и совершил аварийную посадку. Когда выжившие военные поняли, что подмога не придет, генерал Таченко объявил о создании в зоне военизированной группировки под названием «Долг». Цель которой выполнение воинского устава внутри зоны. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Права у нас такого нет. Не дай бог в мир такое выползет. Со временем в долг начинают вступать вольные сталкеры, а также бывшие военные. У большинства были личные счеты с зоной, и вступив в долг, они могли ей отомстить. А группа моя, никого уже, никого. Первая база группировки располагалась на НИИ Агропром. Это место было выбрано не случайно. Оно кишело мутантами, и бойцы каждый день отправлялись в рейды, в надежде полностью очистить территорию. Немного позже генерал Таченко вместе со средом самых опытных долговцев, попадает в аномалию пространственный пузырь, выбраться из которого без артефакта компас невозможно. Куда не пойди. Каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот, чертов. Привыкнуть невозможно. Чебурной исчез ее с концами. Странно. Может нашел выход. Шестой день, вода вышла вся. А полковник свихнулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один. Внутри этой долбанной аномалии. И дернул уже меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать я. Кензи, дача, рыбалка. И не было бы никакого долга. После исчезновения Таченко главным в долге избирается генерал Крылов. В это время начинается война группировок, в которой долг ведет борьбу на несколько фронтов. Во-первых, большие отряды долговцев, аналогично свободе, отправились завоевывать Лиманск. А те бойцы, которые остались на агропроме, отбивали атаки бандитов. Как и Свобода, долг потерял свои отряды в Лиманске. И генерал Крылов принимает решение. Перенести базу группировки на завод Росток. И встать на защиту бара Стуринген. 2012 год. От полковника с позывным Череп поступает предложение. Пока Свобода ослаблена и залечивает раны на армейских складах, нужно нанести удар. Генерал Воронин, взявший на себя лидерство группировки после переезда, не дает добро, так как и бойцы долга тоже были не в лучшем состоянии. Однако Череп ослушался приказа и вместе с восьми бойцами отправился штурмовать Свободу. С уверенностью можно сказать, что ему это не удалось. Чтобы начать штурм, необходимо было взорвать южную стену базы Свободы. Заряд был установлен, но подорвать его группа Черепа не смогла из-за снайперов. Снаряжение и экипировка. Известно, что из всех группировок только долг не торгуется с представителями черного рынка. Тогда откуда у них снаряжение и оружие? По слухам, долг финансируется правительством Украины, а также очень тесно контактируется с БУ. Именно они и поставляют долгу оружие и боеприпасы. Украине необходимо, чтобы на ее территории не было неподконтрольных мест. Регулярные войска не справляются с зоной, а вот долговцы – это также и бывшие сталкеры, знающие как себя вести с аномалиями. Поэтому, поставляя оружие долгу, он выполняет всю грязную работу. Вооружается долг обычно оружием российского и советского производства. Главное требование от костюмов – прочность. Комбинезон должен быть надежно защитой от когтей и клыков мутантов, а также от пуль и от осколков гранат. Интересный факт. За отличную службу и выдающиеся успехи бойцы долга могут быть представлены к награде. Она может представлять из себя именное оружие или орден. Самая высшая награда в долге – это орден Серебряный щит. У солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить не у кого. Главные аргументы. Почему же долг сильная, но все-таки не самая могущественная группировка? Дело в политике. Крылов, преемник генерала Таченко, придерживался дружных отношений со сталкерами. Он был открыт к сотрудничеству, и в целом группировка выглядела более открыто. Такая политика заманила в долг все больше и больше одиночек. И благодаря этому численность бойцов только росла. С переездом на завод Росток лидер сменился. Им стал Воронин. Его политика резко изменилась. Он враждует со сталкерами, выдает задания на их уничтожение. История Монолита. Монолит это вторая группировка после сталкеров, которая появилась в зоне отчуждения. Известно, что монолитовцы существовали еще до сверхвыбросов. То есть даже тогда, когда привычной аномальной зоны еще не было, а сталкеры ходили в ЧЗО за металлоломом. Все члены группировки Монолит верили, что появление именно аномальной зоны связано с кристаллом внезяного происхождения, находящимся в саркофаге. Они называли этот кристалл Монолитом, откуда и произошло название клана. Все монолитовцы пробирались на территорию за радаром, где подвергались программе зомбирования выжигателем мозгов. Программа заключалась слабым при программировании сознания людей, для дальнейшего использования в качестве охраны территорий, особенно ЧС, и выполнения различных заданий. Идеология и цели. Поведение и образ мышления монолитовцев соответствуют определению секты. Они считают камень Монолит неприкосновенным и охраняют его от людей любой ценой. Фанатики получают приказы извне, от пси-установок. Для поддержания связи, они строят искусственные антенны-алтари, поклоняясь им и слушая распоряжения. Интересный факт. У монолитовцев есть свой таинственный лидер. Это Харон. Он никогда не выходит на контакты с представителями других группировок. И все время сидит у себя в штабе в Припяти, который расположен в здании старого ДК «Энергетик». Оружие у монолитовцев было свое, еще до зомбирования. В дальнейшем оно собиралось с трупов сталкеров, заброшенных складов или лабораторий. Поэтому оно разных калибров и из разных стран производителей. Монолит – это единственная группировка, обладающая Гаусс-пушкой. Причем в нескольких экземплярах. Судя по всему, разработка Гаусс-пушки началась еще до первой катастрофы – в секретных подземных цехах завода Юпитер. Гаусс-пушка имеет уникальную систему боепитания. Ее магазин состоит из двух частей. В одном – контейнер с фрагментами артефактов «Вспышка». Он используется для питания электромагнитов. Второй – контейнер со снарядами. При выстреле происходит подача энергии с заряженных конденсатов на секции катушек, охватывающих ствол, которые последовательно действиями электромагнитных сил разгоняют снаряд до 15 км в секунду. Для сравнения, дульная скорость пули автомата Калашникова равна примерно 700 метров в секунду. Интересный факт. Монолитовцы используют для своих тайников специальную метку, похожую на планетарную модель Атома. Координаты меток монолитовцы не сохраняют на своих КПК. Скорее всего, они просто запоминают их примерное местоположение. В таких тайниках лежат армейские аптечки и аккумуляторы. Почему же монолитовцы не самая сильная группировка? Все дело в том, что после уничтожения стрелком осознания, зомбирующее воздействие на членов монолита ослабло, и некоторые из них начали приходить в себя. В Сталкер 2 планирует, что бывший монолит из «Бродяга» начнет расследование своей группировки. Поэтому, по сути, все, что осталось от монолита, это небольшие отряды в Восточной Припяти, которые все еще находятся под контролем. Думаю, многих из вас удивила данная группировка в этом видео, но позже вы поймете, почему я ее добавил. История ученых. Первые исследователи появились в Чернобыле после второй катастрофы, когда образовалась аномальная зона. Это были самые обычные ученые, работающие и проживающие в мобильных лабораториях. Несмотря на все свои глубокие познания, на практике и в полевых условиях эти исследователи были беспомощны, и поэтому постоянно пользовались звуками сталкеров. Ученые интересуются всем, что связано с зоной – аномалиями, мутантами и явлениями. Каждый ученый, который отправляется в Чернобыльскую зону, проходит подготовку к владению огнестрельным оружием, и поэтому непосредственно в самой зоне каждый научный сотрудник имеет при себе табельное оружие. Чаще всего это пистолет Макарова. Мобильная лаборатория ученых способна выдержать любые известные человеку повреждения, а также может быть приведена в полностью автономный режим на несколько месяцев, так как снабжена надежными системами жизнеобеспечения. В зону такие лаборатории доставляются грузовым вертолетом. Интересный факт. На Янтаре, неподалеку от бункера Сахарова, можно увидеть этот грузовой вертолет. Ми-26. Это самый большой вертолет в мире. Видимо, именно он и перевез бункер ученых на озеро Янтарь. Но после его кто-то сбил, либо он попал в воздушную аномалию. Еще один интересный факт. Специально для ученых был создан комбинезон SSP-99M Ecolog. Это костюм химической защиты, предназначенный для работ в зонах с повышенным радиационным фоном и сильным химическим загрязнением. У него очень хорошая защита от высоких температур и электричества. Интересно, что его прототипом стал реально существующий костюм. Антибелок-5. Вы когда-нибудь задумывались, почему эти комбинезоны такие яркие и совершенно лишены маскировочных качеств? А дело здесь вот в чем. Если научная группа попадет в западню или потеряется на местности, их будет проще найти с вертолета, так как цвет комбинезона резко выделяется на фоне земли. И еще один интересный факт. Самый известный ученый в сталкере это профессор Сахаров. Его фамилия это отсылка на реально существовавшего ученого, советского физика и создателя водородной бомбы, Андрея Дмитриевича Сахарова. Главный аргумент. Почему же я добавил ученых в это видео? Ведь можно сказать, что это совершенно жалкая группировка, которая не может за себя постоять. Однако все кроется в деталях. Ученые это очень важный элемент всей зоны и всего сталкерства. Ведь именно они разработали детекторы, которые способны улавливать артефакты. Именно благодаря ученым был разработан пси-шлем и открыта дорога на север. А также они изучают мутантов и находят их слабые места. А потом эти знания передаются сталкерам. В общем, ученые это локомотив всего сталкерства. Они тащат весь прогресс в зоне на себе. И если им помогать, кто знает, возможно все секреты зоны будут раскрыты. История наемников. Наемники это одни из самых опасных людей в зоне. Сказать, что они представляют собой одну цельную группировку нельзя. Так как наемники это синдикат, выполняющий задания на заказ. Вопреки расхожему мнению, это не просто киллеры. На заказ наемники берут самые разные поручения. Доставку редчайших артефактов, оборудования, а также сопровождение ценных грузов или клиентов в определенное место. В зоне действует несколько отдельных групп наемников, которые отличаются дисциплиной, качеством вооружения и контролируемой территории. Четко спланированная операция и отличная подготовка, вот залог их успеха. Наемники очень серьезно относятся к своим заданиям и к работе в целом. У них есть собственный кодекс, на котором, по их утверждению, все и держится. Из этого кодекса известно самое главное правило. Любой контракт должен быть выполнен. Провалить задание, значит испортить репутацию группировки. А после этого ни один серьезный заказчик больше к ней за помощью не обратится. Второе главное правило – не брать заказ на своих. Если две или более группы наемников получают заказ на устранение друг друга, они просто убивают заказчиков. Главные аргументы. Теперь давайте поговорим, почему я добавил наемников в это видео. Дело в том, что наемники сами по себе имеют только одну цель – деньги. Они берутся за любое крупное или сложное дело. Главное, чтобы хорошо заплатили. В играх серии все их контракты направлены на поиск артефактов и документации. Будь то заказ на взятие флешки Круглова в Тень Чернобыля, или заказ на доставку артефакта у группы Лешего в Чистом Небе. В ЗОВ Припяти есть вообще отдельная сюжетная линия, которая идет параллельно от основного сюжета до конца игры. В этом сюжете наемники искали любую документацию в лаборатории Х8. Но все же, почему наемники настолько опасны? Все дело в их заказчике. Этот тайный заказчик на протяжении всех частей сталкера остается за кадром, однако он просит выполнять самые опасные задания. Кто-то хочет разобраться в устройстве зоны с помощью наемников, и если ему это удастся, может случиться катастрофа. Все вместе взятые группировки не представляют такой опасности, как наемники. Вот только подумайте. В ЗОВ Припяти наемники искали лабораторию Х8. В ней осуществлялась разработка очень мощного электромагнитного оружия. Если бы не Дегтярев, заказ был бы выполнен. Оружие доставлено заказчику на большую землю, и только представьте, что этот человек или корпорация вытворяла бы с этим оружием за пределами зоны. Это очень важно. Все дела, которые группировки совершают в зоне, остаются в зоне. А все, что из нее попадает на большую землю, принесет человечеству огромный вред. И наемники могут быть главным инструментом в этом. Наемники в сюжете Сталкер 2. В сюжете отмененного Сталкер 2, который разрабатывался в 2011 году, наемники были самым главным врагом для героя. Дело в том, что тот самый тайный заказчик, который на протяжении всех игр серий добывал информацию о зоне через наемников, узнал, что артефакты можно производить лично. Был разработан проект Жатва, исходя из которого в зоне должна была быть построена установка для синтезации массового количества артефактов в одном месте. Но последствия могли быть непоправимыми. Огромные выбросы и разрушения. Наемники берутся за любую работу. В этом их проблема. Захватив всю документацию из лаборатории и передав ее корпорации в лице тайного заказчика, не только с зоной, но и со всем нашим миром могла бы случиться катастрофа. Вы ведь только подумайте. Стрелку удалось остановить осознание. Они стали слишком слабы. Лаборатории заброшены, а все проекты остановлены. Но это пагубное для человечества дело может быть продолжено с помощью рук наемников. Субтитры создавал DimaTorzok